всем привет продолжаем изучать эликсир и тема у нас сегодня кэширование мемоизация то есть какие подходы у нас есть в эликсире сразу скажу они серьезно отличаются но перед тем как перейти данной теме хочу хочу чтобы вы посмотрели следующее видео это значит есть канал игоря к игоря клейнера и он там рассказывать задачу про два шара про два шара зачем я вас прошу это сделать я рассказывать буду про мемоизацию в эликсире используя данную задачу и чтобы ее понять что это как как она решается я рекомендую посмотреть данное видео потому что я созристоточусь в этом видео именно на паттерне мемоизации то есть какие подходы у нас есть чтобы кэшировать данные данная задача решается методом динамического программирования вы знаете или должны или сейчас узнаете когда мы задачи решаем методом динамическом программирования мы активно используем кэширование и так и так и так и так то есть прежде чем смотреть да мое видео я рекомендую посмотреть видео этого этого человека у него кстати есть как называется еще отдельный плейлист связан динамическом программирование то есть если вы слабо ориентируетесь или вообще не знаете как решаются задачи данными то что это вообще заметно то я рекомендую он весьма просто доходчиво никаких знаний там не нужно в общем отправляю вас к нему я уже эту задачу решил и решил в общем я ее эту задачу вот у меня уже готовое решение мы просто будем обсуждать ее и так что за задача собственно смотрите у вас есть два шара еще раз два шара и вы подошли к некоторому небоскребу сто этажей то есть смотрите два шара и у вас сто этажей вопрос вам сколько нужно вам минимум попыток чтобы обнаружить с какого этажа да шары разбиваются так еще раз для ясности этаж вам неизвестен вы не знаете это может быть первый может быть сотый может девяносто седьмой вам нужно посчитать минимальное количество попыток чтобы найти этот этаж когда у вас всего два шара то есть здесь предлагается задача с конкретными условиями да я ее решил реализовал 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 решение игоря на эликсире на эликсире уже в общем случае то есть мне не важно сколько сколько каких шаров вот nb это у меня шары количество шаров а nf только здесь не мапа этого данные а nf это количество этажей так это что и возвращает это все количество попыток луп это у меня вспомогательная функция все запускается с помощью компьютер 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 флор компьютер флор то есть посчитает аж и так но прежде чем обсуждать обсуждать данное решение я хотел бы погрузиться в некоторые тонкости эликсира итак поехали тонкость первая вы не можете функции объявить другую функцию вы не можете в дэфе объявить другой дэф у вас будет ошибка вот вы не можете так делать это это к чему ведет здесь функция это не объект у нее нет никаких полей то есть скажем как можно было бы закешировать да в какой-нибудь джаваскрипте или в скале то есть вы могли бы там создать внутреннее поле кэш кэш и это было бы какая-то мапа и там просто вы ее потом бы ее постоянно обдавляли здесь функции это не объекты не ваши объекты это просто функции скажем даже не знаю как объяснять это просто примитивы какие-то в общем это не объекты у них нет полей вы не можете взять и прописать какое-то внутреннее поле и к нему потом обращаться таким образом нет здесь так не работает и вы не можете соответственно и создать функцию чистую функцию но вы конечно могли бы создать анонимную здесь функцию то есть и пользоваться ей там внутри но проблема анонимных функций в том что они не рекурсивные не рекурсивные не рекурсивные анонимные функции нельзя рекурсивно прописать то есть вам же нужно будет как-то передавать данные данные вам нужно передавать то есть это еще проблема не нельзя рекурсивная вот я когда вот давно искал решение как зарекурситься мне анонимную да и я однажды наткнулся вот смотрите рекурси анонимные функции и смотрите что я увидел я увидел ответ создателя создателя эликсира где он так и написал это невозможно рекурсия невозможно рекурсия на анонимных функциях то есть еще одно ограничение которое вас сковывает то есть да можно было бы по идее как-то ее задействовать чтобы использовать механизм мимоизации но уже тоже не может следующее ограничение о котором я хотел бы поговорить это с которым вы столкнетесь вот смотрите у вас есть на это не обращайте внимание в принципе вот да вот уже есть ответ но сейчас речь не про это смотрите вот у вас есть мапа мапа да давайте я ее свяжу вот есть мапа и теперь смотрите если я положу в эту мапу то есть в эту пустую мапу ключ ключ за значением какие у него да у меня получится мапа но в чем ее фишка это будет новая мапа новая мапа то есть смотрите видите та мапа все еще пустая то есть о чем это структуры и мутабельны структуры и мутабельны не изменяются они не изменяются то есть вы не можете допустим вот возвращаясь опять же вот к JS коду да к JS коду к JavaScript вот у вас function да вот function с ошибками потому что не важно здесь смотрите у вас там поле какое-то было бы да и у вас там была бы структура в которой вы могли хранить ответы вы бы ее изменяли постоянно но проблема в том что в эликсире то вы не вы не изменяете вы продуцируете каждый раз новую структуру вы не на месте изменяете соответственно у вас возникает проблема а как структуру то это передавать как данные эти передавать если бы например у вас была бы какая-нибудь так 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 давайте смотрите если бы у вас какая-нибудь была бы функция допустим некоторая функция которая что-то принимала я здесь давайте дополнительное значение сделаю чтобы было ясно здесь допустим какой-нибудь calculation calculation и ой-ой-ой-ой-ой здесь какой-нибудь подсчеты подсчеты в общем идут и в итоге допустим x какое-нибудь другое значение и потом допустим запускали и изменяли допустим нет нет вот так надо пусть будет вот так вот смысл в том что когда у вас очень простой механизм обмена да общем простой механизм кэширования вы можете использовать вот такой вот то есть вы можете использовать скажем так механизм аккумулятора вы просто передаете вот в каждом вызове в каждом вызове новую обновленную мапу то есть вы не передаете ту же самую мапу вы передаете каждый раз новую мапу потому что данные еще раз структуры данных они иммутабельны они не изменяются на месте вы каждый раз продуцируете новое вот помните мы учили конвейер пайп оператор да вот смотрите вот смотрите смотрите вот и если бы вот что то сделать вот такое вот да здесь правда пришлось бы мне вот мапу убрать так давайте я вот это уберу чтоб хотя бы правильно было допустим допустим вот так вот смотрите что бы здесь происходило мы каждый раз каждый на каждом шаге мы бы продуцировали новую мапу это еще одно ограничение с которым вы столкнетесь то есть то есть классическая рекурсивная функция например когда нам нужен какой-нибудь аккумулятор мы просто передаем каждый раз новую мапу ну или новый какой-то аккумулятор в зависимости от того что у вас аккумулятор представляет то есть вы каждый раз передаете новую новую структуру не старую а новую ладно сейчас к слову вот это вот это вот ограничение да можно было бы чтобы не продуцировать каждый раз новую структуру то есть чтобы не засорять память можно было бы использовать стрим стрим это по сути дела некий говорят что это функциональный цикл функциональный луп ладно не буду о стримах кому вот прямо сейчас интересно что это такое посмотрите это ленивая структура данных скажем так могу идею общую сказать она берет первый элемент и скажем тянет его сразу через все трансформации вот таким образом получается поэтому лоб то есть иногда можно эту проблему вот таким образом решить чтобы чтобы не продуцировать множество 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 и лишних а хотя давайте я вам покажу вот смотрите вот 12 12 вот вот есть функции например а лист фильтр например если бы сделали бы фильтр хотя нет давайте вот вы map наверное все знаете что такое map и здесь была бы какая-нибудь функция а потом потом снова map map это просто преобразование всех элементов всех элементов согласно согласно какому-то правилу какому-то правилу допустим если бы у нас в мапе было бы вот такое правило бы то есть умножь все все на себя то если бы мы в эту функцию map применили бы вот с такой с такой вот функцией внутри то мы бы получили бы новый список 1 4 9 16 ладно речь не про то речь про то что функция map транс новую map новый лист бы у нас создавал и потом бы здесь новый лист и новый лист я вам хочу рассказать про смысл про смысл стрима стрим стрим да стрим бы он бы почему это функциональный луп просто я уже заговорил стримахер давайте я вам расскажу почему это функциональный луп он взял бы вот первый элемент первый элемент стрим это ленивая структура он взял бы первый элемент и протащил бы его через все функции сразу до конца и отложил бы его скажем так потом бы взял бы он второй элемент и снова потащил бы и снова отложил То есть, никаких промежуточных здесь бы не создавалось бы. Но у стримов есть ограничения, они работают медленнее. Так что, если память вам не жалко, то вы должны использовать обычные вот эти вот игр, игр, игр функции. То есть, стрим это у нас лейзи, а вот эти мапы это у нас игр, игр, игр. Так что, да, если у вас памяти не жалко, то вы всегда используете игр функции. Если память критична, а время уже не так критично, то можете использовать стримы лейзи. То есть, память вам будет экономить. Ладно, это было маленькое отступление, возможно, даже зря сделал. Ну ладно, сделал-сделал, поехали дальше. Речь-то про что была? Речь про то, что вы, значит, ваши структуры иммутабельны. Вы не можете их использовать. То есть, вам нужен какой-то паттерн. А как накапливать-то кэширование? Как производить-то кэширование, да? Вопрос возникает-то. И вот здесь прямо идеального ответа нет. Решают по-разному. Решают по-разному. Смотрите, есть даже библиотеки для того, чтобы осуществлять мимоизацию. Вдумались? Библиотеки, чтобы совершать мимоизацию. Мимоизацию для выполнения обычной функции. Вот смотрите, вот здесь фибс. Обычный считается фибс. Фибоначчи, да? Обычные фибоначчи считаются. Почему, кстати, мимоизация годна для фибоначчи? Потому что там идет ветвление. Ветвление. То есть, вы не можете передавать вот как мы... Вот этот паттерн, то есть, некоторые накопления, он там работать не будет. Из-за ветвления. Так что, да, вам нужно, вам нужно будет задаться вопросом. А как тогда делать? Как делать? А вот. И здесь нам приходит идея, 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 идея кэширования, воспользоваться механизмом процесса. Вы, наверное, слышали, что в Ирланге есть процессы. В эликсире, поскольку эликсир у нас юзает, использует Ирланг, соответственно, у него тоже есть процессы. С помощью этих процессов можно построить абстракции более высокого уровня. И одна из таких абстракций является агентом. Агенты – это, грубо говоря, такая абстракция, которая занимается хранением некоторых данных. То есть, ее можно использовать для кэширования. То есть, смотрите, что мы будем делать. По сути дела, мы запускаем некоторую вот нашу функцию, да, вот нашу, в одном процессе. Параллельно этой нашей функции. Я даже вот тут нарисовал две, 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 типа параллельные линии. Так вот, параллельно мы запускаем некий процесс, в котором, в котором живет наш агент. И в котором наши кэшированные данные, то есть наша мапа будет с готовыми ответами. То есть, мы вот из нашего процесса, ой-ой-ой-ой, из нашего процесса мы будем обращаться к другому процессу. За эффективность особо не беспокойтесь. Здесь процессы, это, они очень легковесные и очень легко общаются. Так что все будет, все будет хорошо. За это не беспокойтесь, за эффективность. То есть, еще раз, мы функцию запускаем в одном процессе. И, а когда мы запустим нашу функцию, смотрите, вот наша основная функция, ComputeFlor, вот эти параметры, мы в ней запустим параллельно наш агент, который будет отвечать за кэшированные данные. Теперь смотрите, вот у нас агент. Это модуль агент, модуль агент называется. В нем есть функция Start. Вот это вот первый элемент, он принимает функцию, то, каким образом сформировать начальное значение. У нас здесь начальное значение, это пустая мапа. И вторым параметром, здесь какие-то опции он обычно принимает. Я использую опцию Name. То есть, я, чтобы удобнее мне было обращаться с моим агентом, с моим вот этим процессом, да, я его назвал кэш. Потом я запущу, запущу, смотрите, я запущу мою основную функцию Loop. После того, как она посчитает, я мой агент убью. Я мой агент убью. Если бы я бы моей функцией пользовался очень часто, я бы его мог не убивать. Пускай он там живет. Но мне она, поскольку не нужна будет, я его убиваю. А потом, после того, как я убил, я просто возвращаю результат. То есть, результат всей работы. То есть, смотрите, я буду запускать некоторую вспомогательную функцию, которая будет, используя метод динамического программирования, пользоваться нашим кэшом, чтобы вычислить ответ нашей задачи. То есть, я вот это вам, весь вот этот спич, всю эту речь толкаю, не про то, вот как решать задачу, да, а про то, как использовать мимоизацию. Потому что мимоизация – это общий такой классический прием в программировании, который мы пользуемся постоянно. И здесь вот, с теми проблемами, которые я вам сказал, что функции, функции нельзя, что нет функций никаких, это не объекты вам, что структуры имментабельны, что даже эти, как его, обычные функции анонимно, у нас мы их даже рекурсивно не можем вызвать. То есть, все это множество проблем, которые, скажем так, это не множество проблем, а это множество некоторых особенностей языка, которые нас толкают использовать некоторые другие механизмы для того, чтобы создать мимоизацию. Окей. Механизм мимоизации. Значит, смотрите, вот мы создали наш процесс, который будет отвечать за мимоизацию. Мы к нему будем обращаться за ответом. Окей. Теперь запускаем нашу основную функцию loop с теми же параметрами, которыми мы хотим вычислить. Вот мы запускаем. Первое действие – что мы делаем? Что мы делаем? Что мы делаем, когда мы вообще используем механизмы мимоизации? Мы, естественно, спрашиваем, есть ли у нас вообще готовый ответ. И здесь мы снова используем модуль агент. Там есть функция get. Первым параметром идет имя, имя, имя нашего агента. Мы его, я напоминаю, назвали как cache. А потом там, скажем так, чтобы достать нужное значение, мы здесь используем функцию. И вот эта вся надпись нам вернет, грубо говоря, результат вот этой вот функции. Мы у мапы, наш кэш – это будет мапа. Наш кэш будет мапа, где ключ у нас составной. То есть ключ у нас будет представлен в виде кортежа, где первое значение у нас – количество шаров, а второе значение – это количество этажей. То есть у нас кэш – это мапа с готовыми ответами в виде, где ключ – это количество шаров, количество этажей, и ответ сразу – количество попыток. Окей. Если, допустим, у нас уже такой ответ есть, мы, соответственно, достаем это значение. Опять же, здесь то же самое. Мы просто используем из модуля мап. Мы пытаемся достать из мапы. Икс – это мапа. Смотрите, вот этот икс – это здесь подразумевается то значение, тот стейт, то состояние, в котором агент хранит на текущий момент. Вот что такое икс. Это состояние, которым агент владеет в данный момент. И мы хотим из него с помощью мапы попросить ответ. То есть вот этот икс – это у нас мапа, которая хранится в отдельном процессе, который мы назвали кэш. И мы просто просим ответ. Если у нас, конечно, есть. Если ответа нет, то здесь ряд мероприятий, скажем так, чтобы этот ответ сформировать, первые два – это у нас некие конечные условия, некие конечные базовые условия. То есть, смотрите, если у нас количество этажей нулю равно, то мы, во-первых, заносим наши данные в кэш и возвращаем ноль. То есть это некоторое базовое условие. Ноль. Ведь в самом деле не важно, сколько у нас шаров. Не важно, да? Ведь так ведь? Если количество этажей у нас, мы всегда сразу знаем ответ – это ноль. Нам нужны конечные базовые условия. Поскольку мы, когда используем динамический подход, динамическое программирование, мы обычно задачу сводим к неким рекуррентным соотношениям, то есть используем рекурсию. Второе терминирующее условие, такое базовое, это если количество шаров у нас, number balls, здесь number floor, а здесь number balls, равно единице, соответственно, результат у нас всегда равен количеству этажей. И мы условия, опять же, заносим в кэш. Эти условия обязательно нужно заносить, потому что они у нас будут терминирующими условиями, когда мы будем рекурсию, вот вы здесь видите, мы здесь запускаем рекурсию. Окей. То есть вот наши терминирующие условия. То есть второе условие, это если у нас всего один шар, да, остался всего один шар, то хоть сколько там этажей, нам вот в худшем случае нам нужно будет пройти все эти 100 этажей. Если нам этаж неизвестен, то как? Мы как программисты, естественно, знаем, что здесь в худшем случае все этажи придется пройти, чтобы найти нужное. Повезет первый, не повезет последний. То есть мы, ну, мы же программисты, мы рассуждаем термины в худших случаях. Окей. Во всех остальных случаях нам нужно будет считать, чтобы, понять эту формулу, которую, вот это рекуррентное соотношение, которое здесь используется. Я еще раз вот прямо так не то открыл. Настоятельно рекомендую посмотреть вот это видео. Он хорошо объясняет вот здесь вот эта формула. В общем, он очень хорошо, доходчиво объясняет. Еще раз, это Игорь Клейнер. И у него есть еще курс динамического программирования. Плейлист. Посмотрите, не пожалеете. Окей. И здесь я, 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 я. Здесь, в общем, используется for comprehension, чтобы посчитать для каждого, для каждого, для каждого этажа следующую формулу. то есть мы здесь берем максимум из двух вариантов. Первый вариант. Смотрите, у нас вот есть шар, да, мы, мы его кидаем, то есть вот наша первая попытка, мы его кинем, и у нас остается два варианта. Если шар разбился, да, и если шар не разбился, то есть вот количество шаров мы уменьшаем и запускаем рекурсивно. и количество этажей мы тоже уменьшаем. Либо у нас шар не разбился, и тогда мы можем сразу отсечь количество этажей, то есть минус Т. Я тут особо погружаться в эту формулу не буду, то есть я вам рекомендую, вот еще раз прямо порекомендую. Посмотрите это видео, там он хорошо все разжевывает. Вот после того, как мы все возможные, все возможные комбинации посчитали, все возможные комбинации посчитали, вот этот for, да, это можно воспринимать как for each, то есть для каждого значения, то есть он вынимает из списка и просто применяют его каждый раз. То есть это обычный for, i равно 1 и так далее. Обычный луп. Короче, у нас, но он, этот луп, спродуцирует некоторый список значений, некоторый список значений в итоге. то есть вот это for, do, и здесь у нас, помните, у нас же все возвращает значение, вот этот for, это for comprehension. давайте я вам расскажу про for comprehension быстро. Смотрите, допустим, 1, ой, вот у нас переменная и список. Давайте сперва простое сделаем. do, x умножить на x. Смотрите, x, это, мы вынимаем первое значение отсюда, и потом мы это значение x умножим на x. И это у нас будет первым элементом некой, некой новой структуры. Потом мы вынимаем двоечку и то же самое делаем. Потом, потом результат этой 2 на 2 мы вот добавляем к тому значению. Потом тройку и так далее. В итоге мы получим новый список, который будет содержать 1, 4, 9, 16. Вот он. то есть здесь мы сделаем то же самое, то же самое. То есть мы считаем некий новый лист. Потом мы в этом листе пытаемся найти минимум, потому что нам нужно найти минимальное количество попыток. Вот эти рекурсивные вызовы нам это все посчитают минимально. всевозможные комбинации, а потом из всех возможных комбинаций. Ведь динамическое программирование это, грубо говоря, вот, скажем, это некий грубый подход посчитать все возможные варианты. Или не, 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 не. Это умный подход, чтобы посчитать все варианты. Вот мы посчитали все варианты возможные, а потом мы находим минимум. Я здесь минимум считаю с помощью редюса. Ну, если коротко, то есть я беру значение и сравниваю с следующим значением, и если оно меньше, то я просто его меняю. Вот и все, все, что я делаю. В общем, это просто находит минимум в получившемся списке. вот мы посчитали и теперь нам нужно занести это все в наш кэш. Смотрите, не забывайте, что мы здесь рекурсивно используем. То есть вот эту функцию, вот эту строчку мы используем многократно на самом-то деле. То есть вот это вот рекурсивно, мы ее рано или поздно задействуем, и когда мы все посчитали, мы наконец-то возвращаем результат. То есть мы здесь нашли минимум, потом занесли обязательно в наш кэш, а потом вернули этот результат. Фух, 35 минут, сумасшете. И, собственно, вы, наверное, уже видели, что я вот тут запускал результат, то есть запускать я уже повторно не буду, то есть когда у вас есть два шара и сто этажей, вам нужно 14 попыток, а когда у вас есть три шара и сто этажей, вам нужно уже 9 попыток. Могу еще, опять не то, открыл. вот я нашел сайт Алексея Матюшкина, он тут у нас в общем с нашего постпространства, но видите, да, он еще любит Кабо, но он дает, дает, дает. вот, как он вообще может любить Кабоу и ненавидеть PHP, как он может любить Кабоу и ненавидеть PHP, это вообще странно, ну ладно, в общем, у него есть забавный блок по эликсиру, и он здесь предлагает один из способов мемоизации, но он собственно точно так же делает, он тоже это все делает, правда, более искусно, но основная идея тоже самая, он запускает некий процесс, и этот процесс он потом использует, чтобы как-то мемоизацию обеспечить, как-то вот это криширование обеспечить. Ладно, надеюсь, надеюсь, данный спич вам помог, объяснил некоторые проблемы, вернее, не проблемы, а некоторые особенности данного языка, и как можно решить некий паттерн мемоизации, то есть, смотрите, еще раз, мы запускаем нашу функцию, и параллельно с ней мы запускаем процесс, который отвечает за криширование, и в это во время выполнения работы нашей функции мы записываем скажем так, все решения, которые мы сосчитали, мы в кэш кладем все решения, которые мы сосчитали, и потом, естественно, с каждым разом мы считаем все быстрее, 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 если наш процесс живой. вот так, вот так мы решаем, вот так мы решаем, это какая-то ерунда, надо удалить, вот так мы решаем, процесс, проблема мимизации, посмотрите этот ролик, ладно, все, 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 давайте останавливаемся, изучайте эликсир, Спасибо.